Канал Загерд поступил такой вопрос, что делать если муж игроман. Начнем с того, что игромания все-таки форма страсти, которая достигает уровня даже душевной болезни. Когда человек становится игроманом, к примеру играет где-нибудь на деньги, то всегда это приводит к такой трагедии в семье. Потому что человек, естественно, проигрывая, начинает проигрывать все, что у него было. Я встречал случаи, когда проигрывали даже квартиры. Люди потом снимали квартиры, после этого где-то жили в каких-то съемных комнатах. Один человек, с которым я встречался, он был профессиональным игроманом и он даже написал пособие по карточной игре, где было математически точно рассчитано, как играть и что нужно делать, чтобы выиграть. Я буквально научно все рассчитал, у него такой математический склад ума, но я одного только не не мог сделать, я не мог остановиться. И поэтому я все проигрывал и пришел за помощью, хотел за помощью. Что делать, если муж игроман? Так вопрос звучит. Во-первых, надо довести до мужа, донести до мужа, что он нездоров, чтобы он согласился с тем, что ему нужна помощь. Потому что когда человек становится игроманом, то он фактически является идол-поклонником. У него в душе этот идол стоит и он тянет его, он заставляет себя служить. Если он не сыграет, если он не будет воздавать этому идолу должное внимание, тогда он будет себя чувствовать очень некомфортно. У него будут мысли терзающие его нарастать, что он должен выиграть, что он должен отыграться и так далее. Он будет чувствовать себя в тревоге, в страхе, в беспокойстве. Поэтому нужно понять, что избавиться от этого идола очень сложно, что это целая война, в которую нужно вступить. Но начало этой войны все же искреннее понимание, что да, есть такая проблема, хорошо, что муж это поймет, и что ему нужна помощь. Следующее, что нужно сделать, конечно, нужно принести покаяние в этом. Потому что без помощи Божьей избавиться от игромании невозможно. Потому что речь идет именно о таком неком страстном состоянии. Речь идет все-таки о духовной проблеме. И без помощи Божьей эту проблему решить никак нельзя. Поэтому следующим шагом в том, чтобы избавиться от игромании, будет стоять покаяние. Мы говорим о верующем уже все-таки, да, или о муже, который как-то склонен к тому, чтобы к церкви приблизиться и в церкви найти помощь. Что делает покаяние? Покаяние дает человеку сознание греха. Когда чекается в одном и том же, когда исповеди бывают частыми, и такая исповедь бывает об одной и той же проблеме, то постепенно проблема предстоит привлекать человека. Она становится человеку противной. Ему становится стыдно говорить об одном и том же. И, собственно говоря, весь интерес к тому, чтобы продолжать свои игры, постепенно угасает. Это становится чем-то, что мучает его совесть. Потому что совесть после частых исповедей становится более утонченной, более чувствительной. И уже с ней труднее договориться. С ней уже невозможно так поступить, чтобы обмануть ее, чтобы чем-то ее заговорить, чем-то ее замазать. Приходится принимать себя каким-то, как им-то есть. А это всегда трудно. Следующий шаг. Надо все же стараться избегать тех мест, где эта игромания процветает. Избегать каких-то мест, где совершаются эти игры. Может быть, выключать компьютеры, если это чуть-чуть о компьютерной зависимости. Избегать тех людей, которые зажиганы тем же грехом. Потому что с кем поведешься, того и наберешься. Худые сообщества, возвращая добрые нравы. Это тоже будет помогать. И, конечно же, за мужа нужно молиться. Молиться. Когда жена сострадает, когда болезнь мужа становится для нее поводом не для осуждения, раздражения, ропота, а все-таки поводом для молитвы, тогда можно помочь своему человеку, который ты любишь. Если ты любишь, молишься с любовью и состраданием, тогда молитва будет твоей сильной. Если ты себя только любишь, если ты о себе только думаешь и больше осуждаешь, то и молитва твоя будет несовершенной и слабой, и Богом непринимаемой. Поэтому проблема сложная, духовная. С помощью Божьей все можно сделать. Апостол Павел говорит так, что все могу укрепляющее меня в кресте. Поэтому мы укрепимся на борьбу с этой страстью. И с Божьей помощью все получится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.